Ну что, ребята, жизнь-то налаживается, жизнь становится лучше, особенно после мобилизации. В стране я имею в виду, в России, скажете, что он несет, этот чудак. Но на самом деле вы поймете, о чем я говорю. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, на самом деле, жизнь действительно становится лучше, но не у всех. Недавно по статистике сообщили, что жизненный уровень населения улучшается и количество бедных уменьшается. И бедные получают сейчас очень большие деньги, многие бедные, которые были совсем бедные, совсем где-то внизу. Они получают очень большие деньги, а богатые, ну, те, которые были средний класс, ну, конечно, они стали хуже несколько жить. Ну, богатые, так сказать, там понятно все, так сказать, там теряют они. Вот. Ну, поэтому, значит, вот этот вот перепад между бедными и богатыми, пропасть вот эта вот, она снижается сейчас. И в этом смысле жизнь становится лучше, но становится ли она лучше для тех, кто реально стал получать деньги? Давайте подумаем над этим вопросом и как помочь тем людям, ну, как бы удержаться на тех позициях, которые они внезапно получили. Ну, смотрите, что я имею в виду. После мобилизации. Что такое мобилизация? И почему люди идут туда воевать? Недавно я увидел надпись на одном заборе, очень прямо вот в точку попало. Сейчас ее уже стерли, естественно, потому что у нас мэрия следит за этим делом. Но дня три она висела. За что люди идут воевать? За родину, за Путина или за бабло? Очень четко. И я уверен, что очень многие люди, ну, как бы главная причина, ну, то есть, конечно же, конечно же, они все идут и за родину, и за Путина, и за бабло. И какая из этих причин наиболее, так сказать, имеет наибольший вес? Ну, конечно, все скажут за родину, если спросить. Но, если честно, до конца честным быть, люди идут за бабло. Потому что, ну, смотрите, обычно кто туда идет? Люди, которые, ну, находятся на низшей ступени, значит, они получают, ну, скажем, в реальной жизни, в обычной жизни, там где-то, ну, там, 20-25 тысяч рублей. И, в общем, скажем, живут без всяких перспектив, в какой-нибудь глубинке. И вы знаете, что из глубинки больше всего людей пошло защищать родину. Ну, потому что, наверное, за нахождение в зоне боевых действий платят, ну, где-то там в районе 100-150 тысяч рублей. Я не знаю, сколько, ну, поговаривают, по крайней мере, так сказать, точно я не могу сказать. Напишите, кто там находится, сколько платят. Ну, я скажу, цинично очень. Многим, ну, некоторым из них уже повезло, а многим повезет вскоре. Что я имею в виду? Они получат не 100-150 тысяч, а разово там 3 миллиона, 5 миллионов рублей. Почему я говорю, что это повезение? Потому что эти деньги платятся за погибших. И я просто жил среди этих людей. Я знаю, что многие так относятся, что иди, дорогой, зарабатывай деньги, а если убьют, то вообще хорошо. От тебя толку нет никакого в обычной жизни. А тут хоть дашь пожить нам хорошо. То есть, родственникам, жене, матери и так далее. И это не просто, как бы, слова. То есть, они, конечно, циничны и кажется, что это горе должно быть. И действительно, там, ну, я просто знаю, поплачут немножечко. Ну, как бы, 3-5 миллионов сильно, сильно скрасит эту скорбь. И хорошо это или плохо, вот о чем я сейчас хочу поговорить. Я считаю, что вот эти деньги, которые получены за что? За военные действия. Короче говоря, они не принесут счастья. Вот что я могу сказать. Что деньги, вообще говоря, людям... Кто-то говорит, деньги зло, деньги добро, деньги и так далее. Деньги это просто, я считаю, увеличительное стекло, которое выявляет, ну, все детали человека. Ну, не зря говорят, что если хочешь узнать человека, дай ему деньги в долг. И ты узнаешь все о нем, потому что, когда настанет время возвращать этот долг. Вот, и поэтому деньги это как увеличительное стекло. Кому-то деньги помогают подняться, кому-то деньги помогают стать чище, добрее, значит, там, ну, как-то развиваться. А кого-то деньги загоняют в еще большую нищету, я бы сказал, и просто ведут к смерти. Что я имею в виду? Ну, смотрите. Если человек, скажем, ну, зашибает, пьет, там, значит, там, алкоголик, грубо говоря. И какая мечта у алкоголика? Получить побольше денег, чтобы их пропить. И тут он получает, ну, скажем, 150 тысяч. Это ж сколько водки можно купить? Он тут же идет, покупает и, короче говоря, быстренько гробит свою печень и уходит туда же, откуда пришли деньги. Вот. Ну, если 3-5 миллионов, на самом деле, то то же самое. Смотрите, люди, как правило, ну, большинство людей, которые получат эти деньги, кровавые деньги, надо сказать, жестокие деньги, за которые просто вот, ну, заплатили, кто-то заплатил жизнью, понимаете? То есть там 3-5 миллионов, это просто, это либо жуткого увечья, это 3 миллиона, насколько я понимаю, там, ранение несовместимое с продолжением участия в войне, либо, значит, смерти, если повезло, тогда 5 миллионов. Почему я говорю повезло? Ну, потому что, если сильное ранение, то, ну, там человек остался без ноги, без руки, вот, это, ну, получили вы эти 3 миллиона, а дальше что? А дальше у вас инвалид на руках, который нахрен никому не нужен, потому что инвалиды в нашей стране, в общем-то, нахрен никому не нужны. И это, 3 миллиона очень быстро кончится, да, конечно, будет назначена пенсия по инвалидности, на эту пенсию, конечно же, можно хорошо жить припеваючи, потому что эта пенсия в районе 6 тысяч в нашем государстве, это вообще, вот, забота такая, там, вообще-вообще-вообще, о ветеранах, СВО и так далее, ну, будет 10 тысяч, вот, ну, это вообще ничего, вот, поэтому, да, и жена будет постоянно пилить и будет говорить постоянно, да, чтоб ты сдох там, вот, к бабке не ходить, я просто знаю таких людей, понимаете? Лучше бы ты сдох, и я бы получила 5 миллионов, куда денутся эти деньги? Ну, кто-то купит дом, кто-то купит машину, ну, то есть, очень-очень быстро деньги будут истрачены, и более того, государство прямо само в рекламных роликах намекает, что, посмотрите, вот, человек жил там, пьянствовал вообще, не сказать, ничего из себя не представлял, и тут вдруг он пошел на добровольцем и стал зарабатывать, и он, значит, купил тут белую ладу, потом, значит, ипотеку оформил на квартиру, ну, и так далее. То есть, для чего люди идут воевать? Для того, чтобы заработать деньги вот эти вот, да, кровавые, и тут же их спустить на белую ладу, потому что важно государству поднимать автопром, либо на строительство, потому что Ротенбергам тоже нужны деньги, а вы знаете, что там, ну, в строительной отрасли там, в общем, так сказать, хозяева, друзья Путина, если кто не знал. Вот, поэтому, поэтому, куда деньги перейдут? Тут даже откуда пришли, собственно говоря, вот, а у людей останутся долги, то есть, потому что люди, как правило, привыкли жить в долг, в кредиты, поэтому хочется купить не белую ладу, а что-то покруче и в долг. Люди залезут еще больше кредит, а доходы-то уже больше не пойдут. Все. И дальше жизнь станет еще хуже. Но, с другой стороны, давайте вот посмотрим. Смотрите, если вы, я вот хочу вот сейчас вот перейти к тому, как можно помочь этим людям, перейти из ступеньки, где вы были раньше, то есть, крайняя нищета, ну, к более-менее средний класс. Это возможно. Каким образом? Ну, смотрите. Вот вы получаете, скажем, там, 3-5 миллионов рублей, и вы раньше зарабатывали 20-25 тысяч рублей. Понимаете, да? Если вы будете продолжать зарабатывать 20-25 тысяч рублей, и плюс еще 20-25 тысяч рублей вы будете тратить в месяц из тех, что вам дали, то, как бы, ваши деньги будут уже, ну, в два раза больше. Понимаете, да? Насколько хватит этих денег? Ну, скажем, миллиона, миллион делим на 20 тысяч, получается, сколько там? Ну, да, даже на 50 тысяч, вот если разделить, да, миллион, то получается 20 месяцев. 20 месяцев, это больше двух лет вы сможете, как бы, жить с удвоенным, ну, как бы, тратить денег в два раза больше, чем тратили. Это же здорово, согласитесь. Ну, посмотрите, что можно сделать. Деньги, конечно же, будет инфляция, цены будут расти, и поэтому деньги лучше вложить куда-нибудь. И если мы вложим эти деньги, мой вам совет, ну, скажем, под 20%, то 20% с миллиона – это 200 тысяч рублей в год, просто сверху. То есть у вас миллион остается, а 200 тысяч вы получаете. 200 тысяч делим на год, на 12 месяцев, ну, там, предположим, 240 тысяч, да, получается 20 тысяч в месяц. А если этих миллионов три, то получается 50-60 тысяч в месяц. Понимаете, да? Просто так, у вас было 3 миллиона, вы получаете 20% и, значит, в год, и вы получаете, как бы, доход где-то в 50 тысяч, он у вас увеличился, а 3 миллиона остались. Сколько вы проживете на эти деньги? Да бесконечно много. То есть, вот, смотрите, еще раз. Если вы начали тратить эти деньги, дом, машина и так далее, то вы их спустили тут же, ваши доходы не увеличились, да, у вас появилась машина, за которую надо платить за бензин, за запчасти и так далее, она будет ломаться. А если вы купили дом в ипотеку, то вы начали тратить еще больше, потому что вы платите проценты по ипотеке. Ну, а если вы положили эти деньги на счет просто в банк, то вам хватит этих денег еще на три года, по крайней мере, ну, уже хорошо. А если вы положили, инвестировали эти деньги, вот под такие проценты, эти деньги начали работать, то вы можете прожить сколько угодно и вы можете перейти в средний класс. Конечно, многие мне возразят, что таких доходов не бывает, такой доходности не бывает. Какие 20% годовых? Бывают. Вот в чем дело, смотря куда вложить. То есть, если вы идете вкладывать в банк, то там вообще либо ничего не дадут, либо дадут какие-то жалкие проценты. А для того, чтобы зарабатывать на инвестициях, надо их вложить куда-то. Вот посмотрите, пример простой. С начала этого года я вложил всего там, посмотрите, вот на графике, вот прямо сейчас вы видите состояние моего счета. В начале года 82 тысячи рублей, 82 тысячи рублей, не 3 миллиона. На данный момент, вот на сегодня, сколько там, 131 тысяча рублей, то есть плюс 50%. 50% с начала года, за месяц. Это реально. Ну, как получились эти деньги, это, конечно же, маленькая часть из моих инвестиций. И эти деньги на срочном рынке. Ну, я понимал, что сейчас инфляция во всем мире. И, конечно же, во время инфляции у нас всегда люди привыкли покупать валюту, то есть доллары. Но доллары сейчас, ну, как бы, дедоларизация идет. Можно купить юани с другой стороны. Но еще лучше купить то, что дорожает в долларах. Ну, то есть я купил золото. Потому что я решил, что золото вот очень долго не дорожало, и что сейчас оно должно дорожать. И я вложил не просто в золото, то есть я вложил и в золото тоже. В золото примерно 80 тысяч рублей, и они выросли тоже, но не так. И я выложил, сделал агрессивную стратегию, основанную на опционах. То есть опционная стратегия, я построил это дело. И вот эта стратегия, именно эта стратегия принесла мне 50% всего за месяц. И почему она принесла? Ну, потому что я был уверен, что золото вырастет просто. Вот и все. Вот. И это достаточно очевидно. Вы скажете, ну, а как же все это узнать? Вот я к тому и клоню, что, ребята, надо учиться. Где купить золото? Как купить золото? Как построить опционную стратегию? Как начать зарабатывать? Куда вкладывать? Куда инвестировать, чтобы получать? Ну, не 50% в месяц. Я не хочу говорить, что... Не хочу вам обещать, что так будет всегда. И у меня так далеко не всегда бывает. У меня очень часто бывают и убыточные сделки. Вот. Поэтому здесь надо учиться. Самое главное. И поэтому я призываю вас, ну, не тратить деньги безумно, а потратить деньги, во-первых, на учебу и положить их в инвестиции. Куда сейчас можно инвестировать? Ну, сейчас лучше всего инвестировать, конечно же, в надежные инструменты, которые не дают такую доходность. Это будут облигации. Какие это облигации? Ну, у нас есть сейчас замещающие облигации. То есть это то же самое, что валюта, только она растет. Можно вложить в золото, чистое золото буквально, металлическое. То есть есть варианты. А есть варианты через, ну, различные инструменты, типа фьючерсы, опционы. То есть, ну, это еще круче. Но это все надо знать. Где эти инвестиции делаются? На бирже. На московской бирже, которая имеет лицензию Центробанка. Ну, либо на американской бирже. Это уже немножечко сложнее. Вот. Именно на бирже, которая имеет лицензию. Ни в коем случае не введитесь на какие-то криптовалюты, криптобиржи и так далее. Потому что, ну, там уже не тот контроль от государства, и там уже не та надежность. Поэтому я вас призываю именно вкладывать в надежные инструменты. Ну, прежде всего надо открыть брокерский счет на московской бирже. Это очень легко. Вы это легко сделаете, если перейдете на мой, вот, по ссылочке, которую вы сейчас увидите, на мой сайт. И, ну, купите какой-то, не купите, а просто перейдете, нажмете на любую кнопочку. Там есть бесплатные продукты о том, как открыть брокерский счет, как начать инвестировать, что такое биржа и так далее. Вы получите самые начальные знания. Это несколько уроков из моего курса «Биржа для чайников». Кроме того, я вам предложу подписаться на мой телеграм-канал, где я рассказываю, какие инвестиции делаются, какие инвестиции актуальны. Потому что даже на облигациях можно получать. Есть такие периоды, когда 30% в год можно получать на облигациях, которые дают, казалось бы, 6-7% годовых в валюте. А вы можете получить 30%. Как это делается? Ну, надо это понимать. И я об этом рассказываю. И у меня есть курс «Биржа для чайников». То есть, смотрите, я рассказываю людям, которые абсолютно бум-бум, вообще ничего не знают. То есть, бабушки в 60 лет начинают становиться инвестором у меня. Но это биржа для чайников. То есть, я рассказываю, что такое акции, что такое облигации. Вы будете полностью ориентироваться, какие бывают акции, какие там есть риски, какие акции, как выплачиваются дивиденды, когда выплачиваются дивиденды, как надо покупать акции, когда их надо покупать, там, до выплаты дивидендов и так далее. То есть, все-все-все детали, все-все-все подробности, вы будете об этом знать. То есть, вы берете, значит, курс «Биржа для чайников», ну, там он стоит какие-то копейки. Вы вкладываете эти небольшие деньги. Во что вы вкладываете свои деньги? В свое образование, в свои знания. И вы получаете эти знания, и используя эти знания, вы можете инвестировать вот эти деньги, которые сейчас на вас свалились для того, чтобы, ну, перейти на другую ступень развития. Вы понимаете? Я вам очень советую это сделать. Это ваш шанс, которого не было раньше, то есть, и не будет уже никогда, понимаете? Не будет. Но вы можете это сделать. И вы можете эти деньги, на эти деньги купить эту несчастную ладу, которая, значит, ну, не знаю, нужна она вам или нет. Вот. Или дом, за который вам придется платить еще больше. Выбор за вами. Что сделаете, то сделаете. Но я еще раз говорю, что лучше... Я считаю, что... Я хочу вам помочь, по крайней мере. И сделайте, пожалуйста, этот выбор. Перейдите вот под той ссылочкой, которую вы видите в углу экрана. В каком углу? Или в том углу? В правом верхнем углу. Там будет ссылочка. Демитков.юр.ру И там есть соответствующие кнопочки. Там бесплатные, есть какие-то платные вещи. Перейдите туда. Не пожалеете. Ну и, как всегда, напишите, что вы думаете по этому поводу. Может, я вообще не прав. Напишите. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok